МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Площадь была открыта 4 ноября 2007 года, всего в 200 метрах от старой площади Ленина. И это оказалось верным решением. Здесь пересеклись все стороны городской жизни. Это и здание правительства и мэрии, главное здание университетов Республики Мариел. Также через эту площадь можно удобно пройти на центральный рынок через арку позади меня. Ну и главное здание на площади – это Национальная художественная галерея. Более 420 тысяч туристов посетило нашу республику в 2014 году. Недаром эта площадь является основным местом посещения. На ней находится Национальная художественная галерея, торговый центр и памятник, посвященный священному ученику Леониду, епископу Марийскому. Так эта площадь стала не только общественной, но и духовным центром города. Все, что происходит в нашей столице, имеет глубокий духовный смысл. Строи храма, памятники. Мы с вами прежде всего стремимся к тому, чтобы ни одно строение не обходило внутреннее духовное состояние человека. И площадь Ноготкова-Абаренского князя имеет глубочайший духовный смысл. Памятник священному ученику Леониду, епископу Марийскому. У этого памятника всегда собираются наши дети, и особенно гимназисты нашей гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, чтобы взять у него благословение и научиться жить праведной. В часах галереи живет Ослик. Каждый час он проводит подсказочную музыку икону Богоматери Троирудчица. Часы, безусловно, являются самой сказочной достопримечательностью нашего города. Также перед зданием галереи была установлена уменьшенная копия московской царь-пушки. Нами было задумано проект этой площади. Комплексный такой подход был – это строительство общественных зданий многофункционального назначения. И уже в процессе проектирования назначение было принято сделать здание галереей. Чтобы площадь жила, работала и уже она живет 7 лет, как существует это здание, нужно духовное развитие. В то же время и культурное, социальное значение этой площади. Поэтому появились магазины, банк, отделение банка, что немаловажно, как для туристов, так и для гаража. Площадь Аболенского-Нагадкова стала практически главной остановкой для свадебных кортежей. Альбом у молодоженов заполняют снимки, сделанные у галереи. Встречи друзей и возлюбленных проходят под часами. Также здесь проходит главное мероприятие в День Победы – военный парад. Можно сделать вывод, что площадь действительно стала главным общественным и торговым центром нашей республики. Сейчас я стою у входа в торговый центр галереи. А зайдем мы туда в следующий раз. Увеличьте ваши продажи. Обеспечьте рост ваших доходов. Привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении. ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально. И мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42 28 28. Реклама на радио и телевидении. 42 28 28. Реклама на радио и телевидении. Реклама на радио и телевидении. Продолжение следует...